Здравствуйте, друзья! На связи Алексей Кузьмичев. Сегодня у нас с вами будет еще один несложный видеоурок для новичков, в котором я покажу очень интересный и простой способ, который поможет вам выделить любой объект на ваших снимках. Называется данный эффект Color Splash, если говорить по-английски, если же по-русски, то я его называю просто выделение цвета. Заключается данный эффект в том, что мы обесцвечиваем все изображение и оставляем цветным только тот объект, который нам необходимо выделить. В данном случае я буду оставлять цветной вот эту вот чашку с кофе, а все остальное я обесцвечу. Итак, давайте приступим. Первое, что нам с вами необходимо сделать, это продублировать наш основной слой. Для этого нажимаем комбинацию Ctrl-J на клавиатуре и приступаем. Теперь нам с вами необходимо обесцветить изображение. Для этого можно использовать комбинацию Shift-Ctrl-U на клавиатуре, либо перейти в пункт изображение, выбрать здесь коррекция и пункт обесцветить, как вам удобнее. Как видите, фотография у нас стала черно-белой и теперь нам необходимо выделить тот объект, который будем оставлять цветным. Сделать это можно любым удобным для вас способом. Вы можете обрисовать его при помощи кисточки, вы можете обвести его при помощи пера, лассо и так далее, как вам удобнее. Добавляем слой маску к этому слою и теперь начинаем выделять объект. Я в данном случае возьму просто кисточку и черным цветом зарисую нашу чашку. Увеличим размер, чтобы покрыть почти все изображение. Можно поставить где-нибудь 420 пикселей. Да, отлично, как раз вся чашечка у меня покрывается и просто я щелкаю вот таким вот образом. Как вы видите, чуть-чуть можно сделать мазок еще вот здесь. И как видите, наша чашечка стала цветной. Вот до и вот после. В принципе на этом можно уже и закончить, но если вы хотите еще больше подчеркнуть объект на вашей фотографии, то можно пойти дальше. Вы можете немного настроить контраст и яркость на фотографии, а также добавить небольшой фокус на снимок. Давайте сначала настроим контраст. Для этого переходим на фотографию с маски, щелкаем сюда и идем в пункт изображения. Выбираем здесь коррекцию. Нас интересует в первую очередь пункт яркость и контрастность. Давайте немножечко уменьшим яркость нашей фотографии примерно до значения, ну минус 30 я думаю. И немножечко понизим значение контрастности. Ну так же где-нибудь значение минус 30 я думаю, да? Вот так оставляем. Нажимаем клавишу ОК. Ну и теперь можно сюда добавить уже небольшую глубину резкости. Для этого переходим в пункт фильтр. Выбираем здесь размытие. Размытие диафрагмы. Выставляем центр этой окружности на центре нашей чашки. Вот эти точки контрольные смещаем ближе к центру. Вот таким образом. А границы окружности растягиваем к краям нашей фотографии. Чтобы эффект у нас был плавный и размытие шло аккуратненько и плавно. Вот таким образом. Диаметр размытия регулируйте по своему желанию. У меня в данном случае стоит 15 пикселей. Если нужно больше, то перетаскивайте ползунок вправо. Если меньше, то влево. Ну я думаю здесь 15 пикселей вполне достаточно. Я нажимаю клавишу ОК. Подождем немножко пока применится фильтр. И посмотрим уже на финальный результат. Итак, все готово. Теперь можно посмотреть. Вот так выглядела наша фотография в начале. И вот с примененным нами эффектом. Мы с вами успешно выделили объект на передний план. Сделали мы это при помощи выделения цветом. А также при помощи дополнительных действий, таких как настройка контраста. А также добавление глубины резкости на фотографию. Ну что ж, вот такой вот несложный эффект мы сегодня с вами изучили. Я надеюсь данный видеоурок вам был полезен и вы узнали из него что-то новое. С вами был Алексей Кузьмичев и до встречи в следующих видеоуроках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok